ПЕГАС ТУРИСТИК К сожалению, в рамках одной программы мы не сможем рассказать о каждом из них. Поэтому сегодня поговорим о дайвинге в Турции, Таиланде и, конечно же, Египте. Дайвинг в Таиланде с каждым годом становится все популярней. Согласно статистике, ежегодно более 200 тысяч туристов-дайверов посещает страну в поисках новых впечатлений. И это неудивительно, ведь дайвинг в Таиланде имеет богатую историю. Гоном основания дайвинга в Таиланде принято считать 1962 год, когда двумя тайцами и приезжим англичанином был основан тайский подводный клуб. Со временем дайвинг становится настолько популярным, что в 1975 году в Паттайе открывается первый профессиональный дайв-центр, а Министерство туризма открывает его филиалы по всей стране. Флора и фауна Андаманского моря действительно поражает своим разнообразием. Здесь водится огромное количество тропических рыб и различных беспозвоночных. Огромные губки на обломках скал, твердые и мягкие разноцветные кораллы, среди которых прячутся многочисленные подводные обитатели. Весной и осенью у Симиланских островов встречаются популяции китовых акул, поэтому с уверенностью можно сказать, что дайвинг в Таиланде не разочарует. Это лишь малая часть того, что предстоит вам увидеть. Стоит отметить, что Симиланские острова входят в десятку лучших мест в мире для занятия дайвингом. Цены на погружение нельзя назвать высокими. Два погружения в день обойдутся в районе 3000 рублей. Дайвингом в Турции можно заниматься двумя способами. Если у вас есть международный сертификат, то вам необходимо обратиться в посольство своей страны за разрешением на погружение, либо присоединиться к дайвинг-клубу. Турецкое правительство очень дорожит древним природным наследием, поэтому из-за нарушения некоторых правил вас могут серьезно оштрафовать. Дайвинг в Турции разнообразен, у каждого места свой антураж. Например, курорт Кимер. Это известное всему миру туристическое место, где находится большинство школ подводного плавания. В богатом для погружения каньоне этой зоны водятся крупные рыбы-присоски и другие виды рыб. Три острова являются идеальным местом для исследования подводных пещер. Здесь можно увидеть косяки тунца, а также морских котиков. Вообще, исследование затонувших судов и самолетов – это то, чем отличается дайвинг в Турции от всех других. Затонувший итальянский военный самолет недалеко от острова Мейс, грузовое судно «Геледония», французский военный корабль «Сан-Дидье», находящийся в заливе Анталии. У каждого из них своя история. Также сказочно красивы пещеры Гек и Сулуин. В их недрах находится множество подводных источников пресной воды, которые смешиваются с морской, образуя каскад красок и неповторимых видов. Коридоры пещер украшены сталактитами. Это говорит о том, что раньше пещеры находились на суше. Стоимость одного дня дайвинга составляет примерно 40-50 долларов. В общем, дайвинг в Турции скорее исторический. Если вы хотите прикоснуться к древним античным руинам, полюбоваться убранством пещерных залов или просто поплавать в компании дельтинов и морских котиков, то Турция – идеальный вариант. Наша последняя точка погружения – Египет. Настоящим туристическим брендом страны стали легендарные коралловые рифы. Они бывают различных форм – от круглых до разветвленных и потрясающих цветов – от розового до синего. Всего же у египетских берегов растет около 150 видов кораллов. Коралловые рифы, в свою очередь, являются биологическим центром, привлекающим огромное множество видов рыб и морских жителей. У побережья Египта водится большое количество дельфинов и черепах. Акулы, несмотря на то, что Красное море – естественная среда их обитания, в египетских водах встречаются крайне редко. Имея такую богатую подводную флору и фауну, естественно, что Красное море в Египте стало едва ли не лучшее место в мире для подводных погружений. Центрами и школами дайвинга располагают практически все курорты. В дайв-центрах желающих обучают нырянию с аквалангом по различным системам. В конце курса выдается сертификат международного образца. Если сравнивать цены на рынке дайв-услуг в Египте, то в Хургаде они небольшие. Стоимость одного дня с двумя погружениями от 50 долларов. В сравнении, дайвинг в Шарм-эль-Шейхе вам обойдется в два раза дороже. Морские заповедники, затонувшие корабли, каскады рифов и более тысячи морских рыб – это то, ради чего дайверы со всего света возвращаются в Египет снова и снова. Если вы из тех, чьим сердцем навсегда завладели морские глубины, если душа просит приключений или вы просто давно мечтали приобщиться к неизведанному миру морских обитателей, то приезжайте сюда. Этот отпуск станет одним из самых сильных впечатлений в вашей жизни.